Особое мнение на 101FM Пожалуйста, Михаил Плюснин, председатель правления Вятской областной детской общественной организации ВЕЧИ и член общественной палаты в нашей студии. И мы начинаем программу. Да, добрый день. Добрый. Напоминаю слушателям, что вопросы гостю можно задать через форму анонсов на нашем сайте хакирова.ру. И там же вы можете найти по итогам программы и видеозапись сегодняшнего нашего общения с Михаилом Плюсниным, и аудиоверсию программы, и расшифровки там тоже появляются. Правда, не совсем быстро. Ну вот, без наушников удобнее, да? С общественной палаты мы начнем, Михаил Валерьевич. Видели ли вы список из 16 потенциальных кандидатов в общественную палату, уже, так скажем, предварительно утвержденных депутатами законодательного собрания? Список кандидатов 40 человек был размещен на сайте ЗАГСа. Вчера, я так понимаю, что руководители фракции обсуждали кандидатов, а сегодня состоялось совместное заседание комиссии по регламенту и комитета. Это по законодательству местному самоуправлению. Выбрали из 40 16 человек. Вашего имени я там не нашла. Ни в списке предварительном, ни в списке окончательном. Почему? Ну, я не подавал заявку в общественную палату ни через губернатор, ни через законодательное собрание, поэтому у меня там нет в этих списках. Вы пойдете как общественник? Ну, я посмотрю на первые две части этого списка. Если посчитаю, что возможно в этом коллективе работать в дальнейшем, то пойду подавать заявку на третью общественную часть. Что может вызвать ваше сомнение в том, что возможно работать с людьми? Ну, если там будут люди, которые готовы работать, а не просто чистятся в списке, да, я с удовольствием пойду в такой состав. Вы список из 16 кандидатов не видели? Ну, давайте я вам озвучу, значит, Николай Бусыгин, Сергей Волосков, Андрей Воробьев, Анастасия Горбушина, Владимир Жуйков, Дмитрий Захваткин, Ирина Иванова, Наталья Катаева, Николай Кощеев, Эдуард Носков, Денис Пырлок, Владимир Савиных, Сергей Улитин, Антон Хохрин, Игорь Шарипов и Наталья Ширяева. Но часть имен из этого списка мне знакома, часть людей и сейчас присутствует в общественной палате, а многие присутствуют так или иначе в общественной жизни. Вот. У вас как? Ну, и большинство людей я знаю, с большинством сталкивался по работе, поэтому вполне нормальный список. То есть эти люди не вызывают ваших вопросов, вы готовы с ними работать в одном коллективе? Нет, то, что я их знаю, это не значит, что я уверен, что они суперпрофессионалы и активно работают. Потому что некоторые из них и сейчас есть в составе общественной палаты, и, скажем так, не слишком активно себя показывают. Это кто, например? Без комментариев. Понятно. Иначе меня осудят на комиссии по этике общественная палата, это будет нехорошо. Вы не имеете права, да, комментировать работу ваших коллег. Интересная какая история. Я думала, что такие вещи только в крупных корпорациях случаются, а в общественной палате та же самая. Нет, ну, в любом случае, смысл, то есть я могу не видеть какую-то часть работы тех, членов общественной палаты, которые сейчас есть. Потому что, допустим, я не представляю, какую ведет деятельность Носков, это же не значит, что он не работает. Он зам секретаря общественной палаты, соответственно, у него свое направление, своя комиссия по экономике. И, возможно, он делает огромную часть работы, но я с ней никак не пересекаюсь. И точно так же есть люди, которых я практически не вижу в общественном поле, но, возможно, что они работают на своем участке и очень даже неплохо работают. То есть после детального изучения могли бы сказать, а пока нет. У меня вот такой вопрос. Смотрите, 40 человек, которые заявлялись в общественную палату по списку законодательного собрания. И из тех 16 человек, за которых депутаты предварительно проголосовали, я напомню, окончательное утверждение 19 июля состоится, списка ЗАГС собрания. И среди них не так много молодежи, я бы вам сказала. А вот Александр Галицкий, когда только-только мы говорили о старте собрания заявок нового состава общественной палаты, как раз призывал молодежь активнее заявляться. Вот вы как считаете, все-таки общественная палата должна быть таким органом, где больше молодых, активных, не занятых еще ни семьей, ни внуками, ни какой-то еще дополнительной нагрузкой людей? Или должны быть такие, убеленные сединами товарищи? Я буду неоригинален, думаю, должны быть и те, и другие. Значит, не должно быть слишком много молодежи, потому что у них есть энергия, но слишком мало понимания ситуации. Поэтому где-то четвертая часть должна быть молодежи. Возможно, где-то треть должна быть людей, скажем так, в нынешней ситуации пенсионного возраста. И остальные где-то средние между ними. Потому что молодежь и задор – это здорово, но знание, опыт и понимание ситуации в целом – это все-таки очень много, значит. 16 пенсионеров, 12 молодых людей и сколько у нас получается? 28? 20 человек среднего возраста. Ну, смотрите, если сейчас идти по классификации ВОЗ, а молодость там до 40 лет считается. По-моему, даже до 45. Ну, поэтому совершенно спокойно, десяток молодых мы там обнаружим в этом списке, даже не сомневайтесь. Михаил, еще такой вопрос. Смотрите, у нас на прошлой неделе был общественник Константин Сичихин, и он был в предварительном списке законодательного собрания. В итоговом списке рекомендуемых к одобрению я этого человека не нашла. Константина мы знаем как достаточно яркого общественника, занимающегося темой дорог, дорожного строительства, контроля и прочее. Вот здесь мне интересно, все-таки у Константина остаются шансы попасть в общественную палату? Ну да, то есть, во-первых, он может пойти в ту же самую третью часть общественной палаты, в смысле, общественную часть общественной палаты. Во-вторых, он же активно работает при ЦОКе, а ЦОК – это постоянно действующая структура при общественной палате. ЦОК – это центр общественного контроля? Да, да, в СССР ЖКХ. Соответственно, у него есть точно так же масса возможностей влиять на ситуацию через Народный фронт. Угу, ОНФ. Поэтому я не вижу, что прям это как-то сильно огничит его возможности и полномочия. То есть, даже если он не попадет в итоговый список? Да, то есть, что еще, так сказать, далеко не гарантировано, потому что третья часть еще не, так сказать, никто не подавал заявки на третью часть. Ага, то есть, мои вот такие подозрения, что, может быть, слишком активных и слишком ярких не очень хотят видеть в общественной палате, они не обоснованы? Нет, я вот, вот я пока не вижу точный итоговый список губернатора и ЗАГС Собрания, как бы, очень, вот таки, промечиво делать заявление. Смотрите, список ЗАГС Собрания, ну, я так понимаю, будет готов после 19-го числа, а губернаторский список, скажите, пожалуйста. Не знаю, я не слежу за этим процессом. Так, и вы не знаете, каким образом туда подаются общественники, кто их выбирает? Они сами подаются, общественные организации подают? Нет, ну, по слухам, их приглашали, уговаривали подаваться, но ведь все равно в итоге голос решения, это будет решение губернатора, поэтому итоговый список это будет решение и будет понимание, что, примерно, предполагает губернатор от своей части общественной палаты. Сроки мы можем назвать? В какие сроки? Примерно хотя бы? Нет, совсем никак. Я вообще, мне совершенно данный вопрос неинтересен, я не слежу за процессом. Подождите, но вы же должны понимать, к какому моменту вы должны готовить заявление, если вы пойдете как общественник по третьему списку. Как только я увижу список, я пойму, что пора бежать за третьим или не бежать. Хорошо, я анонсирую приход Игоря Васильева на следующей неделе в наш эфир. Я думаю, что мы его обязательно спросим о том, когда будет готова его часть списка, если она к тому времени еще не будет опубликована. Михаил Плюснин в нашей студии, председатель правления Вятской общественной, детской общественной организации ВЕЧИ, член общественной палаты Кировской области. Мы сейчас, наверное, сделаем небольшую паузу и вернемся в студию. Михаил Плюснин в нашей студии, Яна Лапшина, напоминаю, веду эфир. Михаил Валерьевич, председатель правления Вятской областной, детской общественной организации ВЕЧИ и член общественной палаты Кировской области. В вашем фейсбуке, Михаил Валерьевич, была опубликована буквально вчера, но я даже не знаю, как сказать, такая реплика, ремарка по итогам завершившегося весеннего призыва. Ну вот, хорошо, пусть это будет пост в фейсбуке. Честно говоря, он мне показался немножко таким ироничным. Вы пишите, что нет нарушений, все прекрасно. Призывники, которые приходят на военно-врачебные комиссии, так это, кажется, называется, да, оказывается, выздоравливают. Ну вот, видимо, на глазах прямо у врачей. Я напомню, что на прошлой неделе отчитались областные власти по итогам весеннего призыва. Более 1600 наших призывников отправились или отправятся к местам прохождения службы. Уже все отправлены давно уже, да. Уже отправлены, да. Понятно. Поездом обычно. Да, скорее всего, поездом. Обычно поездом. Из этих 1600 человек около 400 человек не имеют ограничений вообще, я так понимаю, медицинских, прохождений любого вида службы. Получается, что остальные 1200 имеют ограничения. Да, у нас же категории годностей есть, допустим, А1, А4, Б1, Б4. Соответственно, это 8 категорий годностей, и в зависимости от этого распределяется, какие будут родов войск. Так. Поэтому ясно, что если у нас А1 – это одна восьмая часть, значит, все правильно. Угу. Значит, четвертая часть не имеет ограничений. То есть, ну, еще, смотрите, есть же, соответственно, А1 – это наиболее тяжелое войско, там, десант, там, не знаю, какие-то разведки, ну, такие серьезные вещи, нагрузки. Соответственно, Б4 – это те, которые не являются особо… В штабе писарем, как говорят, да, герой известного фильма. Да, хотя бы так. Поэтому достаточно большой разброс по возможностям, по нагрузкам, по воинским частям. И поэтому, если человек признан годным, значит, он попадет в какую-то, может быть, не слишком сильно занимающийся боевой подготовкой, но только занимается какой-то технической там частью. Так, если человек признан годным, а как человек признается годным? Вот, смотрите, очень интересная история с ограничениями по здоровью. Вы пишете, что призывники вот фактически на глазах врачей выздоравливают, хронические заболевания у них куда-то исчезают, искривление позвоночника моментально испаряется. Это что такое? Здесь два разных момента есть. Первый момент. Это неправильная позиция в самих призывников. Очень часто приходят ребята, которые учились в вузе или техникуме, и за время учебы они ни разу к врачам не обращались, чтобы зафиксировать свое заболевание. Допустим, там, ну, допустим, спина у меня болит, как бы у меня там сколиоз, как бы, ну и ладно. Я поболел, никуда не пошел, все хорошо. Он заканчивает вуз и говорит, у меня ведь так-то искривление, оно так-то большое. И вот у меня 4 года назад снимок был, у меня там было, допустим, 5 градусов отклонения, а сейчас это, наверное, стало хуже. За 4 года ни одного снимка. Он сейчас придет, принесет, допустим, снимок, что у него там, не знаю, 15 градусов искривления, что ему скажет военкомат, ты купил этот снимок, не может быть такого ухудшения за 4 года, и никак не доказать, что это было. Потому что человек за своим здоровьем за это время не следил, он его не фиксировал, он не ходил к врачам. То есть если он ходил, и что, собственно, и нужно делать, он должен ходить, наблюдаться, если есть боли, соответственно, приходить к врачам, это не только полезно для армии, это вообще для самого себя полезно, в первую очередь. Ну и учитывая пенсионный возраст, конечно же, очень полезно как можно дольше обманывать государство и жить как можно дольше, чтобы получить пенсию все-таки в конце концов. Дожить до нее. Да. Нет, все-таки, значит, пополучать ее хотя бы маленько. Попользоваться. И вторая часть работы, это, конечно, то, что медики, которые устанавливают категорию годности, пользуются какими-то методиками, в отличие от гражданских врачей. Как это? Ну, это загадка, потому что если человек приходит, и у него все время, допустим, ставили определенный диагноз, то когда он приходит... Гражданские врачи в обычной больнице. Да, да, да. То есть когда обычным путем он приходил к своему терапевту, к своему специалисту, ему ставили определенный диагноз. Потом он приходит по направлению военкомата на обследование, и, конечно же... Так, подождите, а куда он приходит? Он приходит в эту же больницу? Скорее всего, в ту же самую больницу, но с направлением. Да, либо в углубленное обследование, специальный диспансер, ну, уже с бумажкой от военкомата, что направление на обследование призывника. И сразу же диагноз становится легче. Те же самые врачи ставят иной диагноз? Да, по-честному, да. Как так? Ну, вопрос не ко мне, вопрос к системе здравоохранения. Я фиксирую то, что я вижу два разных документа, которые написаны, допустим, там, полгода назад этим же самым врачом, и вот сейчас этим же самым врачом, диагнозы разные. И человек реально улучшил свое состояние здоровья. Вопрос не ко мне. Слушайте, как медицина-то современная работает. Поэтому и прогнозирую, что срок жизни скоро вырастет у наших граждан. Именно поэтому, что медицина работает хорошо. То есть вот это первая часть. И вторая часть проблемы – это то, что когда человек начинает сомневаться и оспаривать решение комиссии районной о категории годности, он идет, пишет жалобу в областную признанную комиссию, признан комиссию, ведет его под белые ручки в специальное учреждение, которое проверяет категорию его годности. И, по-честному, всегда они ставят диагноз легче, чем тот, который ставили ему изначально. Не знаю, с чем это связано. Особенно, видимо, с тем, что самые лучшие эксперты, лучшие веют ошибки предыдущих врачей, которые не эксперты, и ставят безошибочно категорию годности еще более высокую, чем она была у человека. Так. Ну, медицина сделает семимильные шаги, я так сказать. Поэтому я с вами не спорю. Подождите. Это вот как-то связано с тем, что срок службы по призыву сократился до года? Да, собственно, и раньше. Вы же помните, они кто-то никуда не делся. Нет, ну подождите. Вот вообще по логике вещей, мне-то кажется, что все-таки армия – это такая структура, руководители, в которых заинтересованы, чтобы человек, во-первых, за время прохождения службы с ним ничего плохого не случилось, это раз. Второе, чтобы он оттуда вышел живым, здоровым, и желательно в том же состоянии, в котором он туда пришел. И никому не нужны эксцессы с заболевшим человеком, обострением хронического заболевания и прочее. Ну вот мне-то кажется, что это было бы логичнее. А получается, что все по-другому, что ли? Ну, давайте все-таки еще раз. Вот даже давайте будем опираться на наши официальные цифры, наши официальные статистики. То есть вот область сообщает, что было вызвано больше 6 тысяч человек и призвали из них 1600. Соответственно, остальные их не призвали, потому что у них либо отсрочки, либо заболевания, либо инвалидность. То есть те, кто пошел, то есть вот я уже который утверждаю, что на сегодня по факту российская армия является добровольной. Тот, кто не хотел пойти в армию, он туда не идет. Соответственно, вот мой опыт работает... А как можно не идти, если нет ограничений? Так я сейчас объясняю. То есть вот смотрите, вот те призвники, которые доходят до меня, до каких-то адвокатов, до врачебной этой самой коллегии юристов, они в армию не идут, потому что закон дает массу возможностей, лазеек и способов, чтобы в армию не пойти. Поэтому идут в армию только те, кто хотят туда пойти. Если человек очень сильно хочет этого, ради бога. Вот вторая вещь. Я всячески за то, чтобы... То есть армия за то, чтобы как можно больше людей шло по контракту. И поэтому, когда после авиашоу люди стали записываться на контракт, я вот за такие вещи, чтобы армия агитировала к себе. Чем более профессиональный человек придет в армию, здоровый, подготовленный, и он там будет 20 лет или сколько-то служить качественно, тем меньше нужно будет призывников, которые... Человек профессионально занимается военной службой. То есть к этому все идет. Сейчас дали право после получения высшего образования заключать контракт, дали право после получения среднего профессионального образования заключать контракт. Поэтому всем, кто хочет, надо идти туда. То есть люди, даже не прошедшие срочную службу, могут сразу же пойти работать по контракту. Конечно, да, сразу. Имея диплом о получении среднего либо высшего профессионального образования. И уже получать деньги. Конечно, да. То есть сколько полагаться, должность, официальная должность, военная, и звание, и все, как бы, служишь. Много таких желающих? Вопрос не ко мне. Есть начальник службы набора по контракту. Мы уже виседовали. Все цифры у него, пожалуйста, спрашивайте такого рода. Хорошо. Давайте тогда к вам вопрос по жалобам. Учитывая вот эту вот ситуацию, про которую вы говорите, что служба в армии теперь фактически является добровольным делом, количество жалоб в прогрессе, я не знаю, 5 лет последних уменьшается или меньше их не становится? Все-таки просто меняется характер. У меня такое ощущение субъективное, что те жалобы, которые приходят ко мне, их становится меньше. Потому что в прежние времена было достаточно много жалоб от тех, кто оканчивал 11 класс. Сейчас таких жалоб почти нет. В прошлом году был только один ребенок, у которого не сдал ЕГЭ, и, соответственно, он подлежит призыву весной. Очень интересно. То есть ему 18 лет уже было на момент окончания школы? Да, да. То есть очень же многие 11-классники имеют 18 лет уже, так сказать, на момент окончания 11 класса. Как так? Наши 11-классники заканчивали школу в 16, по-моему. Ну, не знаю, как у ваших. А может быть, это связано с тем, что год лишний добавился. А вот сейчас очень многие ребята 18 лет уже имеют, когда оканчивают школу. Поэтому, то есть эта категория отпала. Допустим, раньше было очень много жалоб по тем, кто учился в техникум до 20 лет. Сейчас сняли ограничения, соответственно, это сейчас категория отпала. Сейчас очень много жалоб было от ребят, кто учится в техникумах либо в вузах. И, соответственно, их вызвали на призную комиссию до момента получения диплома. То есть тут спор на позиции военкомата. Они в чем-то правы, в чем-то неправы. Ну, если... Они как говорят, уйдешь в армию, а диплом получишь через год? Нет. Они говорят, что вот мы сейчас тебя вызвали на комиссию, медики тебя посмотрят, допустим, решат, что ты годен, получишь диплом, придешь к нам, не знаю, 1 июля, мы тебя в армию отправим. Ну, я считаю, что это нарушение закона в этой части, потому что процедура призыва со среди двух частей, медкомиссия и призная комиссия, должно проходить в один день, а не разнесено во времени и пространстве. И, соответственно, человек по этому поводу приходит к нам, мы идем совершенно спокойно, пишем по этому поводу жалобу, человек в армию не уйдет в этот призыв, что намного хуже для военкомата. То есть их попытка сделать лучше для себя, обращается хуже для себя. Так, поэтому они перестали эти вещи делать? Почему? Или делают? Просто к вам жаловаться перестали ходить? Нет, таких жалоб много. Но стало меньше. Да, в общем, да. И, соответственно, очень много вопросов возникает именно по здоровью, потому что люди спаривают категорию годности по здоровью, что у меня есть заболевание, которое считается, что оно должно подпадать под освобождение от службы или под полное освобождение от службы. Военкомат считает иначе? Да, военкомат считает иначе. То есть не принимать какие-то документы во внимание или, допустим, говорят, что у тебя было обследование, года не прошло с момента обследования, в течение года эти данные действительно, мы сейчас не будем пересматривать то решение, которое было поставлено тебе меньше года назад. Допустим, прошлый призыв. Соответственно, я понимаю врачей, которые военкоматы это говорят. То есть есть положение военно-врачебной комиссии, где так и сказано, что действует она в течение года предыдущее самое заключение. Это можно понять, но это совершенно спокойно обжаловаться в суд или в областную комиссию, поэтому меня-то не напрягает. Шансы есть. Конечно. Тот, кто не хочет идти в армию, он совершенно спокойно туда не идет, используя все, что может. Я вот сейчас поймала себя на мысли, что вообще мы довольно давно не обращались к теме призывников и проблем службы по призыву, видимо потому, что вот таких громких и трагических историй, которые случались с нашими призывниками, их тоже, по моим ощущениям, стало меньше намного. Вам надо позвать Саннику, Елена Петровна, в эфир. И, соответственно, поскольку она отслеживает тех ребят, которые попадают в проблемную ситуацию, уже служа в армии, она, соответственно, вам сможет сказать, что есть проблемы уже с теми, кто в армию попал под призывники. Ну, в общем, попадают, как вы говорите, все-таки те, кто хочет. Да. Ну, те, кто хочет или те, кто вовремя не подумал, не напрягся. Это значит, что он хочет. Да, это значит, что он хочет. Понятно. Ну, так, пассивно. Да. Михаил Плюснин, председатель правления Вятской областной детской общественной организации ВЕЧ, член общественной палаты в нашей студии. Да, Михаил Валерьевич на протяжении трех составов, если мне память не изменяет, был председателем общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдение прав заключенных. Не совсем так. Я был в трех составах, в двух я был председателем, в третьем председателем был Абашев, а я там был просто... Членом ЧМОНК. Членом ОНК. Да. Еще одна тема, которую я хотела с вами обсудить. Я не знаю, вы не видели публикацию на портале Федерал Пресс, публикация по следам истории с конфликтом в общественной наблюдательной комиссии. И я так понимаю, наши общественники сейчас, те общественники, которые разругались с нынешним председателем ОНК Михаилом Кузьминым, Кузьминых, если можно так сказать, разругались, они сейчас жалуются на то, что не получают жалоб от заключенных. Перестали поступать к ним жалобы. Возможно, это связано с тем, что на сайте УФСИН теперь выложен и адрес сайта, второго сайта, доступ к которому имеет Михаил Кузьминых, и телефонные тоже, я так понимаю, что председателя. Мало того, после изменения регламента все свои визиты в места лишения свободы наши общественники должны согласовывать с председателем теперь, как я понимаю. И Федерал Пресс приводит цитаты общественников, где они говорят, что как слепые котята. То есть фактически мы не получаем жалоб, мы не видим ситуации. Вот что вы думаете по поводу всей этой истории? Я бы хотела просто, чтобы вы мнение свое сказали. Вы довольно долго работали в комиссии, на пользу вот все происходящее или нет? Ну, если мы считаем, что основная цель работы комиссии это донесение информации о местах ограничения свободы до общественности и улучшение этой ситуации до приемлемого, нормального состояния, тогда, конечно, это нынешнее состояние дел в ОНК, оно никому на пользу не идет. На самом деле, посещая колонию, не имея данных в целом, какие там есть обращения, жалобы, проблемы, и идти как бы абстрактно в неизвестность, так нельзя. Всегда собирали данные, всегда собирали данные, мнение адвокатов, мнение родственников, мнение тех, кто освободился, что можно сказать про эту колонию. Потому что иначе невозможно просто идти в учреждение, которое ничего не знаешь. И что теперь? То же самое, если не дают информацию таким образом, значит, надо идти, идти разговаривать с теми, кто там есть. А как же нарушение регламента? Насколько я знаю, совершенно спокойно опускают их без ограничений. УФСИН пока не чинит препятствий. Я надеюсь, что они просто читали закон. Потому что регламент не может регулировать процедуру посещения. Он регулирует процедуру, как комиссия собирается, как обсуждать вопросы, как она их решает, но не обсуждать ситуацию, как посещают колонии. Это не вопрос регламента, это вопрос федерального закона. Поэтому я надеюсь, что УФСИН читал закон и руководствовался им, а не тем регламентом, который вроде бы даже как бы не принят. Как вам кажется, вот тот конфликт, который произошел, он продолжение какое-то будет иметь или нет? Какое продолжение? Вот смотрите, за прошедшие 20 месяцев работы комиссии комиссия собралась один раз сначала избрать писателя, и второй раз вот сейчас, чтобы поменять регламент. О чем мы говорим? Нет, никакого коллективного органа комиссии не существует. Поэтому говорит то, что комиссия будет иметь, не будет, ничего не будет иметь. Они все соберутся один раз за оставшееся время, где восхвалят себя, как они отлично поработали. До осени следующего года у нас работает этот состав. Поэтому еще одно заседание вполне можно бы из этого времени провести. И все. И как страшный сон, этот состав комиссии будет забыт. Так, а что будет дальше? Дальше ведь должна формироваться новая ОНК? Да. Так. Это вот процесс, я так понимаю, начнется где-то летом следующего года или весной? Скорее всего, в августе, где-то вот июль, август где-то следующего года. Следующего года. Так, можем ли мы предположить, что люди, которые сейчас конфликтуют, если так сказать, снова окажутся в числе кандидатов и окажутся потом в числе членов комиссии? Вполне можем предположить, что люди, те, кто поработал, и кто захочет, пойдут дальше за новый состав, конечно. Так, а вы пойдете? Вы хотите? Вам можно вообще по закону? Вы можете теперь, да? Мне будет можно уже пойти, я пока не знаю, потому что надо смотреть, будет ли на это желание и время. Понятно. Потому что работа в УНК, если на самом деле работа в УНК, следует очень много времени. Очень. То есть, вот я когда постоянно занимался, это два-три раза в неделю это поездки по колониям либо по отделам полиции. Это, то есть, по счастью, работа в самой организации, своей, родной, она замирает. Поэтому, очень затратное мероприятие. То есть, быть обычным членом комиссии, которые катаются активно, это здорово. Вопрос был бы транспорт. На сегодня вопрос с транспортом не решен. Ну, и со всеми другими вопросами тоже, сказать, вопрос не решен. Поэтому, если что-то поменяться в ситуации, значит, можно будет подумать о вхождении в новый состав. Ну, я, честно говоря, хотела бы вас там видеть, потому что я помню, что эфиры наши, которые мы делали по итогам посещения колонии, они были достаточно интересными. Ну, я бы не сказала познавательными, наверное, это не то слово, но, тем не менее, да, полезное в этом было. Михаил Плюснин, член общественной палаты в нашей студии. Мы сделаем небольшой перерыв и вернемся. Особое мнение на 101FM. Михаил Плюснин, член общественной палаты Кировской области, председатель правления Вятской областной детской общественной организации ВЕЧИ в нашей студии. Мы продолжаем. Ну, давайте еще раз обратимся к вашему фейсбуку. Да, и теперь о конкурсе, что называется, да. Две недели назад вы написали у себя, в Кирове не хватает дружной команды из трех человек. Человек-праздник, человек-спортсмен, человек-фотоаппарат. И город запоет, запляшет, оздоровится, уфотографируется в прекрасных интерьерах фотозоны. Да, чтение социальных проектов на городской конкурс подкосило мою психику. Простите. Да, что за конкурс, что за проекты? Смотрите, значит, город Киров в этом году впервые дал почти 500 тысяч на проведение микроконкурсов. Это городской бюджет был? Да, это городской бюджет в рамках общей большой суммы выделил на общественные инициативы. Полмиллиона рублей. И, соответственно, фонд Вятская Соборность выиграл, скажем так, почти полмиллиона и предложил людям писать заявки на микрогранты от тысячи до двадцати тысяч рублей. Ой, это совсем немножечко. Что можно сделать на эти деньги? Можно, на самом деле, много. Вопрос в том, что это не привязано к организациям. То есть, деньги все идут траншем безналичным. Соответственно, люди, то есть, любой инициативный гражданин мог заявить какое-то полезное дело, на его взгляд, для города и, соответственно, подать заявку. Всего пришло 46 заявок на конкурс. Мы, соответственно, как эксперты все-таки лидически вычитали. Провели итоги. 35 проектов в итоге получило финансирование. То есть, я считаю, что 35 инициатив имеют шанс реализоваться. Из них наверняка что-то выстрелит. И до следующего года это будет уже не заявка на 20 тысяч, а на приличную цифру. То есть, уже не на уровне города, а на какие-то другие конкурсы. Да, если появится возможность. Во-первых, я надеюсь, что в следующем году в Кирове все-таки останется этот конкурс тоже. Можно будет на него напрямую подать. Во-вторых, можно будет подать на другие конкурсы, в том числе на президентские гранты, на фонд Тимченко «Активное поколение», на православную инициативу ту же самую, либо, в общем, что-то еще. Слушайте, ну почему реакция это ваша такая, да? Человек-праздник, человек-спортсмен, человек-фотоаппарат. Потому что в основном люди пишут проекты, ну, они, соответственно, допустим, дворовые праздники. Соответственно, что нужно для дворового праздника? Нужен красивый интерьер, нужен микрофон, нужен человек, который заведет публику, запоет, запляшет, ну, чтобы кто-то сделал красивую фото-видеосъемку. И вот почти... И все это на тысячу рублей? Да нет, ну там... Побольше. Пусть 15-20, как бы. Ну, просто, когда читаешь 20 проектов примерно на эту тему, то есть голова уже... Не хватает людям праздниками, Михаил Валерьевич. Не хватает. Я согласен, но просто, когда человек пишет, что нам все нужно, все здорово, все замечательно, но при этом, как бы, сказать, нам для части не хватает проектора, начинаешь думать, зачем тебе для дворовых праздников проектор? Вот для дворовых праздников нужно другое. Атмосфера, веселье, антураж какой-то. всего, чтобы было куда присесть тем, кто стал стоять. Но это уже другое. Да, это несколько другое. Нет, ну, в целом... 35 проектов. Да, 35 проектов на разную сумму от 4 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. В целом... 20 тысяч рублей, это что за проект? Можете сказать? Ну, это достаточно такой сложный вопрос. Понятно. Ну, ладно. Там просто есть и праздники, там есть, допустим, и конкурсы для семей, и есть там спортивное мероприятие. Поэтому... То есть это все-таки такие какие-то подвижные вещи, да? Они всячески разные. Смотрите, значит, есть на сегодня создана группа ВКонтакте, называется Доброе дело, и там вся информация выкладывается. На сайте фонда Вятская соборность точно так же вся информация выкладывается, можно посмотреть, и, само собой, по итогам будет общая информация, что было сделано по всем этим мероприятиям. Точно так же это все будет общий отчет фонда сделан, поэтому можно посмотреть, почитать? Вы с этими победителями грантовых конкурсов и обладателями микрогрантов как-то работать будете, чтобы их проекты были, ну, скажем так, более проработаны вот уже в процессе? Ну, то есть эти 35, они не вызвали нареканий, я так понимаю, или там тоже есть... Ну, там есть нарекания, но небольшие. То есть когда в целом понимаешь, что есть некая идея проекта, которая будет позволить что-то интересное реализовать, пусть даже там есть какие-то грехи в технике написания, это не страшно. По поводу техники написания. На сегодня, как вы знаете, общество знания победило на президентских грантах, у них будет обучение... Школа. Да, будет школа, я бы даже сказал, целая академия, НКО, и вот в рамках как раз этого обучения, в том числе будет обучение, как заработать в проектной культуре. Я надеюсь, что вот как раз те люди, которые захотят из этих победителей или из тех, кто захочет поработать, они могут пойти, поучиться и, соответственно, уже таких, скажем так, совсем-то глупых ошибок не делать. Когда они ошибаются в написании, самое страшное, когда люди просто неправильно в бюджете складывают цифры и в итоге получается вместо одной цифры совсем другая. И уже не дадут грамот. Конечно, да. Обидно будет. Конечно. Или, допустим, у нас ограничение, нельзя заработную плату. Люди пишут, заработная оплата тому-то. Вот написано же было ограничение четко. Нельзя. Не прочитали. И, соответственно, все, мы выбрасываем проект, который был, может быть, не совсем плохой, но потому что указана статья бюджета, которая не подлежит реализоваться. Все эти проекты когда должны будут? В этом году? Да, срок реализации до 20 сентября этого года. Они маленькие, дешевые и быстрые. Совсем немного времени. Ну, к 1 октябрю уже все будет закончено, итоги будут понятны. То есть, если вдруг где-то вы будете ходить по городу и видите какой-то праздник, можете посмотреть, в рамках ли конкурса доброе дело, доброму году. Ну, я не думаю, что они, конечно, будут стоять с табличкой, что это вот мы... А, должны. А, это обязательно. Нет, мы предполагаем, что люди должны сказать, что конкурс проходит или праздник проходит не сам по себе, он проходит на поддержке, при поддержке денег, бюджета, городской администрации. То есть, это одно из условий, чтобы это как-то было проговорено. Понятно. Михаил Плюснин, член общественной палаты в нашей студии. Ну, вот давайте про доброе дело раз начали, так вот добрым делом мы закончим. Некоторое время назад один неизвестный житель города Кирова решил сделать доброе дело и установить в городе Кирове памятник Николаю II и его семье. Было озвучено, что памятник может появиться на набережной Грины. Общественность, значит, встала на дыбы, ну, как мы помним, с колесом на театральной площади. В итоге депутаты Кировской думы городской решили все-таки рекомендовать установить памятник на территории Трифонового монастыря. И вот 15-го числа памятник появился, правда, не на территории Трифонового монастыря, а возле Серафимовской церкви. И в процессе открытия монумента владыка Марк фактически обвинил депутатов Кировской городской думы в том, что они сделали примерно то же самое, что сделали в свое время убийцы царской семьи. Вот. Разобщили. Разобщили и людей кировских, и решение приняли неправильное. Ну, достаточно такая была обличительная речь. Я, честно говоря, не знаю, как сейчас себя чувствуют депутаты городской думы, и я у них обязательно спрошу. Вот. А к вам у меня вопрос вот какой. Зачем это было сделано? Ну, все-таки праздник, все-таки памятник открывают, да? Ну, где бы он ни стоял, достаточно приятная история. И второе, будет ли она иметь продолжение? То есть вот это обличение, оно рассчитано на что? Что, чтобы депутаты пересмотрели свое решение? Ну, поскольку памятник уже поставили, вряд ли его будут переносить сейчас на другое место. Ой, вы знаете, я не удивлюсь. Нет, ну, все может быть. А во-вторых, я до тех пор, пока владыка не проклял, не предал анафиуме депутатов, я думаю, что им бояться нечего. И если у нас церковь решила поставить памятник и поставила ее на территории, которая принадлежит, на земле церкви ради Бога. То есть я не вижу никакой проблемы. У нас памятник Дзержинску тоже поставили, он стоит как бы около своих там... Возмущение вызывало этот вопрос. Еще вот, если есть человек, который готов сделать памятник, его поставить и нашли для него какой-то земельный участок, пусть у нас город, который не насыщен памятниками, чтобы не говорили люди возмущающиеся. Именно к этому апеллировала в том числе Ветская епархия, к тому, что на набережной Грины вот не хватает, я так понимаю, композиции скульптурных, давайте в городе поставим, чего на территории храма поставить. Отлично. Вот знаете, у нас, с чем народ этот самый? У нас народ не хочет резких движений, люди не хотят переименоваться обратно в Вятку. У нас по этому поводу нет согласия. У нас нет согласия по поводу установки памятника царской семьи на набережной Грины. Если у нас, пока у нас нет единого согласия, или, по крайней мере, нет особо громких выступлений против какой-то инициативы, значит, не надо раскачивать лодку, на которой мы находимся. Это сейчас призыв в сторону Вятской епархии, я так понимаю. То есть, если бы не было никаких вопросов, все бы сказали, да, как это здорово, пусть этот памятник стоит, вопросов бы не возникало. Будет тема еще раз подниматься, как вам кажется? О том, чтобы перенести все-таки. Послушайте, у нас как-то возникает цикличность, как приходят новые губернаторы, старые темы заново входят в общественное пространство. Может быть, приходят новые губернаторы? Так, это какой-то интересный анонс просто. Но это вот, подождите, у нас Игорь Владимирович не так давно избрался, он работает еще? Слово еще, мне очень нравится ваша фраза. Да. Нет ничего вечного под луной. И губернаторы тоже приходящие. И мы с вами живые очевидцы этого факта, что губернаторы в нашей области приходящие. Михаил Плюснин, член общественной палаты, в нашей студии высказывал свое особое мнение. Мы с ним прощаемся, потому что время наше, к сожалению, заканчивается. Но вы мне так и не ответили все-таки на вопрос, будет инициировать епархия перенос памятника в более публичное место или нет? Как вам кажется? Это же их мнение. Я считаю, что не должны. Они уже его поставили. Все, поставили, пусть стоит. Да, пусть стоит. Пусть стоит там, где стоит. Михаил Плюснин, спасибо. Прощаемся. Всем до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM